В нашей семье 9 детей. Вика, Марина, Даша, Доминика, Дина, Даник, Давид, Дарик и Денис. Чтобы прокормить семью, мы выбрали несколько культур. Капуста, лук, картофель, ну и ягода, клубника. Так как я механизатор, то я соорудил приспособления, гретообразователи. Также есть приспособления, которые по высадке капусты, картошки. Также все мы убираем, так все механизировано. Механизация увеличивает наш доход. Если людей нанять, то, конечно, естественно, уходят большие затраты. Благодаря механизации мы большинство делаем своей семьей. Мы сильно много наблюдали за клубникой, как она растет, что ей нужно для того, чтобы она хорошо росла. Я придумал гретообразователь. Я видел этот гретообразователь у немцев. Ну, я усовершенствовал, сделал его высокими буграми. Бугры были 35 сантиметров высотой, шириной 70 сантиметров. Благодаря гретообразователю, то, что мы сделали такие бугры и усилили ее на пленке. Пленка дает очень много таких плюсов. Охраняет от заморозков, от приморозков, от морозов. И весенняя пора, когда начинает прогреваться солнышко, этот бугор прогревается и за ночь не охлаждается. Корневая система начинает быстро расти, прогрессировать, не успевает замерзать ночью. Благодаря этим буграм происходит большое проветривание. Ягода проветривается, прошушивается, и она, естественно, качественная. Нету болезней, нету гнилей. Стоимость сбора нашей клубники, по подсчетам, 2,5-3 гривны за килограмм. Если так собирать, она доходит до 10 гривен за килограмм. А здесь она свисает, люди быстренько убирают. Когда делался этот грядообразователь, семья, конечно, была возмущена, потому что финансовое положение было не сильно большое. Грядообразователь мне обошелся 70 тысяч гривен. Но когда сам процесс запустился, доусовершенствовали, доделали, гряды действительно получились. Мы уже и посадили клубнику, и сняли урожай. То есть семья моя, конечно, была в восторге. На данный момент моя семья даже и близко не собирается выращивать клубнику на земле, только на буграх. Выиграл я гранд. Благодаря канадскому проекту приобрел я себе трактор. Трактор этот, естественно, он более качественный, намного крепче, удобнее, маневреннее. И благодаря этому трактору я лучше могу обрабатывать свою землю. То есть более качественные делаются бугры, то есть лучше делаются бугры, плотнее. Натяжка бугровая происходит тоже очень крепкая. Я зарегистрировал семейное фермское господарство. На упрощенной форме четвертой группе государство предоставляет очень много, очень хорошую льготу. Для ФОПа четвертой группе. Мы выращиваем овощи, выращиваем и зерновые. Мы выращиваем только для того, чтобы создать севооборот. И благодаря тому, что мы делаем севооборот, никаких болезней в почве, на растении. Овощи приносят на во много раз больше дохода, нежели зерновые. Если взять именно с гектара. Допустим, капуста приносит 100 тонн с гектара. Клубника 20-25 тонн с гектара. Лук дает 60 тонн с гектара. Картофель дает 30 тонн с гектара. Зерновые у меня, допустим, было 8-6 тонн с гектара. Планы в дальнейшем. Больше акцентируемся на клубнике. Хотим увеличивать площадь. Большая надежда, конечно, на семью. Благодаря тому, что у нас большая семья, мы, естественно, можем управлять своим хозяйством очень быстро и оперативно.